Здравствуйте, в эфире «Экспертное мнение». В студии работают Ирина Руснак и я, Лиса Плахова. На дворе у нас осень, это время листопада. Значит, что пока хорошая погода, можно пойти и сделать много красивых фотографий. Но есть и другая сторона этого времени года, точнее даже проблема. Дачники и огородники жгут листву, едкий дым стелется по городам и селам. Учитывая, что жечь листву в Приднестровье запрещена, сегодня будем говорить о том, как законными способами избавиться от сухой растительности. Ну, об этом немного позже, а прямо сейчас расскажем и даже покажем для тех, кто не видел и не знал о том, каким сегодня было солнечное затмение. У нас на связи со студией главный астроном Приднестровья Александр Ивахристенко. Здравствуйте. Доброго дня всем. Замечательный 25 октября. И сегодня действительно в Приднестровье и во всей северо-западной части полушария Земли можно было наблюдать частичное солнечное затмение. Александр Михайлович, вы тоже наблюдали затмение. Большинству людей все-таки помешала наблюдать его облачность. У нас есть видео. Давайте посмотрим, как выглядело сегодняшнее затмение. Очень красиво это все было. Александр Михайлович, расскажите, вот вы тоже смотрели, наблюдали, в чем особенность сегодняшнего затмения? Вообще оно чем-то отличалось? В деле солнечные и лунные затмения каждый год происходят, и их количество варьируется в пределах четырех. То есть может быть четыре лунных, четыре солнечных затмения. Бывает по два. Ну, соответственно, если лунные затмения происходят в ночное, как правило, время, и видны сразу на всей затененной части поверхности Земли, то есть такое масштабное, его может созерцать с разных точек Земли, то солнечные затмения не имеют специфику. Их видно обычно в очень узких полосах, широт или долгод. Вот так же, как и, допустим, бывает полное затмение, его видно только строго в определенной полосе, шириной не более 300 километров. Частичные солнечные затмения видны на более широкой полосе. Вот практически от севера, то есть, если говорить даже о России, и до наших широт, и даже до Тбилиси, его можно было наблюдать только в разных фазах. То есть все видели или знают уже, или в интернете уже посмотрели, как темный диск Луны постепенно наползает на Солнце. Он может под разными углами стыковаться с Солнцем и затеняет наше блистательное светило. Естественно, Солнце это, во-первых, прежде всего, достаточно, хоть и небольшая, но мощная звезда, диаметром миллион четырест тысяч километров. Его яркостная температура порядка шести тысяч градусов. Поэтому даже вот так, скажем, выпучив глаза, не рекомендуется смотреть на Солнце. Ну и при наблюдении солнечных затмений любого типа, полное, частичное, как вот в данный момент, или кольцеобразно бывает, бывает смешанные солнечные затмения в одном и том же месте, можно увидеть разные фазы затмения. Обязательно надо предохранять зрение. То есть использовать либо очень темные плотные стекла, которые используют сварщики, их можно купить, можно взять обычное стекло, кусочек, и зачернить его свечечкой. Так как это мы делали, когда мне было лет пять, я впервые сам наблюдал солнечные затмения. Тоже тут в Террасполе, естественно, потому что я здесь родился. Ну и все последующие солнечные затмения. Хотя это не наша специфика, но само явление астрономическое грандиозное вызывает всегда у людей смешанные чувства. Ну в основном, конечно, это восхищение силой природы, умением ученых предсказывать эти затмения, хотя для этого требуется достаточно мощное программное обеспечение. А вот в древности такие затмения предсказывались благодаря тому, что был накоплен многотысячелетний опыт. Естественно, эти знания хранились, оберегались, передавались единицам. Вы уже упомянули о том, через что можно смотреть на солнечное затмение. Вы как специалист через телескоп можно смотреть, кстати? Ну как раз у меня были ваши коллеги. Мы на крыше нашей обсерватории тоже сделали небольшие съемки, зарисовки. Мы использовали то, что было под рукой. Это желательно использовать чистый DVD или CD диск. Вот да, эта руминиевая тонкая пленочка, которая там нанесена на этом диске, она позволяет сильно ослабить вот это яркостное излучение Солнца. Прямую, прямую, бинокль, зрительную трубу, тем более через телескоп, там где глаз телескопа, то есть линза достаточно большая, она собирает огромный поток концентрированной солнечной энергии. Ну понятно, все же, многие баловались, выжигали линзочкой небольшой на деревяшечке какие-то рисуночки. Поэтому понятно, что произойдет с глазом. Астрономы, как правило, в профессиональных солнечных обсерваториях, где огромные телескопы достаточно, и естественно там концентрируется большой поток излучения солнечной энергии, они используют проекцию на белый экран, специально подготовленный, и уже снимают процессы, которые происходят на поверхности Солнца, то есть на его фотосфере, в атмосфере Солнца, в хромосфере, или, допустим, уже в солнечной короне, когда идет полное затмение, то мы видим вокруг Солнца такой мощный меняющийся галла, это солнечная корона. Его можно наблюдать, ее можно наблюдать только в моменты полного солнечного затмения. Александр Михайлович, Вы сказали, что смотреть на затмение действительно интересно, наверное, многим, но сегодня были и те, кто говорил, что я не иду смотреть на затмение, потому что это якобы плохая энергетика. Что Вы вообще скажете, что можно увидеть в таких затмениях, и почему так интересно ученым это явление? Ну, все эти предрассудки, и в основном они связаны с различными эпохами древности, когда Солнце еще назвали Ра, потом Гелиус, у славян Ярила, его называли ведь Солнце за источник света и тепла, то есть источник жизни. Если светимость Солнца в ту или другую сторону уменьшится, там на одну десятую процента всего лишь, то мы либо замерзнем, либо будет так жарко, что под землей-то долго не посидишь, тем более не имея новых современных термоядерных источников энергии, которые появятся всего лишь навсего хорошо, если к концу этого столетия. То есть таким образом жизнь на Земле станет на поверхности уж точно просто невозможной. Поэтому Солнце всегда играло важную роль в развитии нашей цивилизации. Ну и естественно отсюда и все страхи, потому что якобы, либо как бы дракон, либо какое-то, значит, темное тело поглощает Солнце, да? И вот свет меркнет, потом, значит, все затихает во время особенно полного солнечного затмения, даже птички перестают щебетать. И потом, естественно, те, кто знали, как это происходит, они делали как бы фантастические так обряды, и вот Солнышко вернули. Естественно, потом на многие сотни лет люди опять, так сказать, верно служили тем режимом, который были в различной эпохе нашего человечества. Хорошо, но вот по факту, если говорить, что говорит современная наука о влиянии солнечного затмения, есть ли вообще оно, в том числе на самочувствие человека? Абсолютно никаких биофизических воздействий солнечного затмения не вызывает на человека, тем более это все равно кратковременное явление. И оно, естественно, в той же самой местности, как мы говорили, не происходит прямо регулярно из года в год, а в разных местностях. Вот даже при полном солнечном затмении, ну, считайте, наступают вечерние сумерки. Вот примерно так светится у нас вокруг атмосфера и вся Земля. И через там буквально 30 секунд, 40, максимум 3 минуты, Солнышко возвращается, ну, то есть предстает перед нами в своем первоначальном виде. Поэтому ничего общего, так сказать, с этими астрологическими, конспирологическими и прочими, так сказать, теориями это не имеет дела. Все это подчиняется строго законам небесной механики, данные нам не только, так сказать, в ощущении новоиспользования, потому что мы сегодня все-таки умеем все это дело высчитывать, предсказывать. И это должно вызвать только положительные эмоции, что вы стали свидетелями грандиозного астрономического явления. Можете сфотографировать его аккуратненько, тоже использовать какие-то защитные пленочки перед объективом фотоаппарата, иначе матрица просто прогорит. Хорошо, о прогнозах. Вы можете сказать нам, когда ждать следующего солнечного затмения, кто вот не успел посмотреть, чтобы... Да, есть такой период, Сарас называется, в явлении солнечных затмений и лунных тоже, когда они повторяются именно в такой конфигурации, каждые 18 лет. Соответственно, у нас было в 99-м году, все помнят, это такое достаточно яркое было явление солнечного затмения, в 17-м году немножко было. И, соответственно, если мы прибавим 18 лет, то мы получаем 2035 год. А вот полное, полностью полное солнечное затмение в районе Молдавии, не то что уж в Террасполь, потому что это узкая полоска 300 километров, которая, кстати говоря, движется со скоростью реактивного самолета, потому что Земля вращается очень быстро, на самом деле. Это очень редкое явление, чтобы совпало именно с нашей широтой. И, честно говоря, на данный момент это надо прямо садиться, высчитывать, даже я не смогу этого сказать. Ну, кстати, сегодня писали, что вот подобное затмение, как сегодня, нас ждет 4 ноября 2040 года. А вообще, Александр Михайлович, скажите, правда ли, что солнечные затмения — это, в принципе, явление такое особенное, и каждое, оно по-своему уникальное? Совершенно точно. Потому что сама природа дает возможность астрофизикам, ученым, в специальных солнечных обсерваториях исследовать процессы. Солнце — это активная достаточно звезда все-таки. Да, к счастью, она не взрывоподобная, как многие другие гигантские звезды во Вселенной, но она активная звезда, и ученых интересует, что происходит на поверхности фотосферы Солнца. Там постоянно оно как кипит, вот как вы видите бурлящую воду в кастрюле, на Солнце такие же мощные потоки энергетические, только, естественно, в миллиарды, триллионы раз мощнее, чем в кастрюле. Все это происходит, даже еще считать отдельно. Также происходят выбросы протуберанцев, так называемых, взрывы происходят у поверхности Солнца. Дать ли нам каких-то астрономических явлений в ближайшем будущем? Может, звездопады какие-то будем наблюдать? У нас прошел прекрасный в августе звездопад Персеид. Практически каждый месяц, особенно в осенне-зимний период, есть такие же метеорные потоки. Может быть, чуть менее яркие, но не менее красивые. Может быть, не такие насыщенные, когда там бывает по 60-100 метеоров в час влетает в атмосферу. А на самом деле спорядические, так называемые, случайные метеорные явления можно наблюдать, особенно после 12. Ну, правда, прохладненько, но если уж хочется, то можно обустроить место наблюдений с горячим чаем, кофе, с фотоаппаратом, со штативом, просто визуально. И вы поймаете много спорядических, случайных метеоров, и по доброй традиции можно будет загадать самые прекрасные и хорошие желания. А вы сами загадываете желания? Да, обычно в конце недели, когда уже все прошло, и тогда можно и гороскоп почитать тоже. Сбываются? А оно будет сбываться, потому что на Земле уже, да, 8 миллиардов, по некоторым данным, населения. Поделите на 12 зодиакальных знаков, вы получите там по 600-700 миллионов тельцов и прочих. Поэтому, если я скажу, тельцы, завтра кому повезет, вышлите в Приднестровье по одному рублю, то у нас будут решены все проблемы. Спасибо, Гошель, как раз для меня. Потому что с 2 миллиардов точно повезет. В общем, поднимаем глаза к небу и смотрим внимательно. Да, и загадываем желания. Спасибо вам большое. Держи, держи. Держи, держи. Это вдохновляет, это такая муза небесная, которая разных творческих людей, не обязательно поэтов, писателей, но и других профессий, а она вдохновляет. Это нормально. Естественно, так было, наверное, задумано изначально, испокон веков. Спасибо, Александр Михайлович, за разговор. До свидания. До свидания. Сейчас экологическая милиция проводит рейды. Эти рейды начинаются с осени и продолжаются вплоть до заморозков. Специальный патруль ищет дворы, где сжигают мусор и опавшую листву. Что грозит нарушителям, об этом говорим со старшим инспектором отдела экологической милиции МВД Приднестровья, Светлана Сырегла. Светлана Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Светлана Васильевна, расскажите, какой штраф сейчас в Приднестровье предусмотрен за сжигание листвы, насколько он большой, в каких случаях назначается, какой размер штрафа? С сжиганием как растительного, так и бытового мусора, кодексом административных правонарушений Приднестровской и Молдавской республики предусмотрена ответственность по статье 6.22. Это нарушение права благоустройства городов и населенных пунктов. Санкции данной статьи предусматривает штраф на граждан от 370 рублей до 1100 рублей, на должностных лиц от 1800 до 3700 рублей. Но в то же время хочется отметить, что сотрудниками милиции на правонарушителей лишь составляется административный протокол, который впоследствии потом направляется для рассмотрения и принятия решения в административную комиссию по территориальности. А уже административные комиссии принимают решение предупредить правонарушителя либо подвергнуть штрафным санкциям. Скажите, а как тогда определяется вот эта мера, так скажем, наказания? То есть или предупредить словесно, или наказать рублем. Вот как это происходит? Это уже административные комиссии принимают такое решение. То есть предварительно об этом... Комиссия приходит правонарушитель, объясняет причину, почему так случилось, и потом выносится решение. Вот вчера ходил патруль, да, милицейский только по Слободейскому району, там было составлено больше 20 протоколов. Вот если сказать о том, что с начала сезона, сколько уже протоколов составлено, и сравнить это количество с прошлым годом? Больше, меньше становятся нарушители у нас? В 2021 году за сжигание листва и мусора было составлено 746 административных протоколов. За истекший период нынешнего года 547. Но данная статистика оказывает на отрицательную динамику роста завершения данного вида административных нарушений. И учитывая, что осенние рейды только начались, поэтому на сегодняшний день подводить итоги какие-либо и определить сознательность граждан пока рано. Но пользуясь случаем, хочется напомнить гражданам, что сжигать собранную листву и мусор и иные отходы на территории республики категорически запрещено. Ну, будем надеяться, да, на сознательность все-таки наших граждан. Скажите, как вы являете нарушителей? Вот ходите конкретно по дворам или есть еще какие-то методы? Ну, большая часть административных правонарушений выявляется сотрудниками милиции в процессе ежедневного патрулирования своих непосредственно административных участков. Часть нарушений выявляется посредством круглосуточного мониторинга системы «Безопасный город». И о некоторых правонарушениях становится известно благодаря неравнодушным гражданам, которые выкладывают информацию в виде фото, видеофиксации нарушений, в различные социальные мессенджеры глобальной сети интернет, либо сообщают об этом территориальные органы внутренних дел. Светлана Васильевна, вы уже сказали о том, что становится нарушителей меньше. Как люди вообще реагируют? Становятся более сознательными? То есть вот та информация, которая распространяется о том, что насколько вредна сжигательству, она уже стала понятна, доступна людям? Как они вот реагируют? Или можно еще какие-то методы, я не знаю, какие-то, может быть, объявления рассылать, какие-то сообщения? Кроме рейдов у нас еще подготавливаются видеорепортажи. И так же само индивидуально профилактические работы это с гражданами, особенно с теми лицами, которые допускают, на них составляется протокол, это тоже в какой-то мере вид профилактической деятельности милиции. А что тогда милиция говорит? Как избавляться от листвы законным способом? Ну, я должна вам сказать о том, что некоторые садоводы придерживаются мнения, что в природе все продумано грамотно, поэтому опавшие листья лучше оставлять в саду. И существует много, конечно, идей для того, чтобы опавшую листву как-то с ней бороться, но самое распространенное – это делать либо компост, либо грунт для рассады комнатных растений. Ну, либо необходимо обратиться к службам специализирующей по вывозу ТБО и для получения подробной информации по организации вывоза листвы и растительного мусора. Спасибо вам большое. Мы продолжаем говорить о том, что все-таки делать с сухой растительностью, о законных методах утилизации сухой листвы. Будем сейчас говорить с Татьяной Еремеевой. Это преподаватель Аграрно-технического колледжа. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Татьяна Васильевна, расскажите, пожалуйста, какие же все-таки есть безопасные способы, чтобы избавиться от сухой листвы. Вот два года назад программа «Шесть соток» провела эксперимент. Собрали в мешок сухую листву, добавили туда немного воды, земли. Через год мешок открыли, его содержимое значительно уменьшилось в объемах и превратилось в полезное удобрение. Можно ли такой способ назвать универсальным? Да, это один из способов утилизации листьев в мешках. Это такое, знаете, говорить простым нашим народным языком, он более затратный, потому что надо купить мешки. А можно просто сделать компостную яму, можно сделать компостную кучу, ну или соорудить на своем участке компостник. То есть это такое деревянное сооружение, заграживающее, и туда укладываются листья. Если есть возможность добавить немножечко навоза, перегноя какого-то, тогда это пройдет еще быстрее. Или купить ускоритель компоста, который поможет очень быстро нашим листочкам перегнить. Накрыть сверху надо, да, вот это что надо, темным тканным, нетканным материалом. Почему темным? Именно в темноте быстрее происходят все процессы разложения листьев на хорошую питательную почву, и не надо искать потом органические удобрения. Скажите, а есть ли еще какие-то методы? Да, вот если надо, побыстрее, может быть, чем компостная яма. Есть что-то? Листья очень хорошо использовать сейчас осенью для того, чтобы укрыть осенние посадки. Чеснок, который садят все озимые, лук, который тоже сейчас используется очень широко, озимые посадки. Можно укрыть листьями приствольные круги деревьев. Это поможет, во-первых, сохранить влагу, которая есть у нас в земле, которая еще осталась, и создать такую теплую подушку для того, чтобы наши деревья, кустарники, хорошо перезимовали. Татьяна Васильевна, а как вообще дачники наши используют такие методы утилизации листвы? Как сейчас люди поступают с листвой? Дело в том, что те дачники, которые приверженники, или будем говорить поклонники биологического земледелия или экологически чистой продукции, они все практически делают листовую землю. Так как у нас сейчас не так много сельскохозяйственных животных, и навоз – это довольно-таки дефицитное и дорогое удобрение, а всем известно, что оно очень полезно для наших растений, то есть заменитель – это листовая земля или компостированная земля. И только, наверное, будем говорить, ленивый сжигает. А настоящий дачник, тот, который любит свою землю, хочет получить экологически чистый урожай, он ее всю пустит на перегной или компост. А где можно использовать вот этот компост, эту землю листовую, правильно называется? Где ее можно применить? Да, листовая земля, ну, ее можно использовать везде. Вы знаете, если вот она долго, конечно, долго перегнивает в нашем, да, вроде бы, кажется, человеческом мире, но на самом деле год – это не так много. Если мы соберем вот за год, не надо в мешки, просто собрать в кучу, просто оградить, чтобы эти листья не разлетелись, и накрыть чем-то темным, темными какими-то теми, теми же пакетами их разрезаешь и накрываешь, и сверху прикладываешь, чтобы они не развелись. Через год у вас будет замечательное, хорошее удобрение. И это альтернатива нашему применению вообще удобрения. Его можно использовать на все культуры, без исключения. Плюс выращивание рассады, плюс для комнатного цветоводства. То есть все, кто этим занимается, знают, что это, как бы будем говорить, ну, универсальное удобрение для всех культур. Скажите, вот есть еще такое мнение среди дачников, что зола от сгоревшей листвы, она полезна для почвы. Так ли это? Да, зола – это хорошее минеральное, собственноручное приготовленное удобрение. Но мы знаем, что сейчас нельзя сжигать ни листву, ни ветки, потому что это может закончиться печально не только для дачника, но и для всего дачного кооператива. И как бы там ни было, какое бы оно ни было прекрасное удобрение, я думаю, что все-таки стоит воздержаться от данного способа. Лучше, чтобы оно перегнило по питательным элементам. Ну, может быть, и будет какая-то разница, но она будет несущественная. Она не стоит этих жертв, которые могут произойти в результате сгорания всего поселка или своего участка. Не дай бог. Татьяна Васильевна, а вот про компостирование. Вся ли листва от всех ли деревьев подходит для компостной ямы? То есть все ли листья можно туда сбрасывать? Да, к сожалению, не все листья можно использовать. Но в частном, кто живет в частном доме, нельзя использовать орех. Так как орех, он содержит большое количество йода, и этот йод, если его будет очень много вот листьев в компосте, то, конечно, он будет, будем говорить так, убивать полезную микрофлору. И вредную, и полезную микрофлору. Поэтому вот здесь, конечно, с орехом лучше либо его компостировать отдельно и использовать сразу же под орехом, ему ничего не будет. Но для других грядок лучше воздержаться. Понятно. Ну, вы уже сказали, все дачники у нас настоящие, дисциплинированные, и с листвой поступают правильно. Да, будем надеяться, что это действительно так. Спасибо вам большое. Это было «Экспертное мнение». Сразу после нас смотрите новости на ДСВ, не переключайтесь. До свидания. До свидания.